Ежегодно, 26 апреля, Украина и весь мир отмечают дату Чернобыльской катастрофы. Сегодня исполняется 31 год с того дня, когда началось новое летоисчисление для Украины и всего человечества. Мирный атом, казалось бы, прирученный и покорный, вышел из-под власти человека. Каждый год мы приходим сюда, в сквер героев Чернобыля, чтобы вспомнить ушедших. Отдать честь ныне здравствующим героям, участникам ликвидации последствий аварии. Это место свято и дорого, особенно тем, чьих судеб черным крылом коснулась чернобыльская беда. Чернобыль – черная боль украинской земли. И сколько бы ни прошло лет, все равно это слово будет пылать черным огнем скорби. Митинг-реквием, посвященный 31 годовщине чернобыльской трагедии, объявляется открытым. Еще не в мира Украины ни слава, ни воля. Еще нам, братья-украинцы, усмехнется доля. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Слова предоставляется временно исполняющима обязанностей военного комиссара П polluted Рубежанского Кременского объединенного городского военного комисариата капитану Бородину Александру Викторовичу Сегодня мы собрались на цей митинг реквием, чтоб шановато память 31-й речницкой ликвидации наследки аварии на Чернобильской АЭС 26 октября 1986 года, сама Това Неведовича, Украина стояла на один крок от Селенского апокалипсиса. За цей страшной действительности не дали справедливости мощность и отвага припадских пожежников и нижней измене атомной станции. Через несколько часов их спали на градацию, изменили другие. А далее, победы тех, кто встал на вахту, и шел уже на тысячи. От этого страшного дня прошел 31 год. От луни Чернобыльской беды стихнет не быстро. Ее быстро чувствуют на себе и предназначенные поколения. Но мы должны с атомизмом смотреться в будущее, учиться на ошибках и делать все от нас в зависимости, чтобы подобная катастрофа больше не повторилась. Низкий уклон вам, герои, речевники. Прошел 31 год со дня Чернобыльской трагедии. Но не заживает в сердце Украины и в душах ликвидаторов чернобыльская рана. Слово предоставляется Данилову Станиславу Тихоновичу, полковнику запаса, председателю общественной организации, ветераны Чернобыля города Рубежное, участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Здравия желаю, чернобыльцы, побратимы, рубежане, гости города. 26 апреля 2001 года мы открывали этот знак. Прошло 16 лет. 16 раз мы собирались, собираемся и будем собираться, потому как реакция 48 тысяч лет будет, то мусор гореть, гореть. Но я хотел бы напомнить, что у этого знака, вы помните, как начинали? Немножко было, потом щит носили с фамилиями, и вот в итоге 234 человека, ликвидатора душ наших, душ, которые мы сегодня будем поминать. Также 20 февраля 2003 года было принято решение о том, что мы, все ликвидаторы Чернобыльской этой аварии, являются защитниками Отечества. Я вот специально взял, подготовился, прошло 13 лет. Как же к нам государство отнеслось? И больше всего на фоне тех вдов, потому что 234 и больше 140 вдов. И вот громко звучит, конечно, я буду даже зачитывать, потому что документально удостоверение чиновники не оформили этот статус защитника Отечества до сих пор. Даже статус ветерана войны, военной службы для инвалидов, первой, второй группы. Вот мы в понедельник встречались у губернатора, и пользуясь присутствием военкомата впервые. И там была поставлена губернатором задача перед военными. О том, чтобы найти соседей, найдите удостоверение, выдайте людям, наконец, чтобы это справедливость. Потому что если нет удостоверения ветерана, нет инвалидов, нет статуса, то страдают вдовы. За 13 лет вдовы защитников Отечества после смерти мужа доказывали причинную связь смерти через комиссии, через врачей. Вот последний раз у нас Василец, которая сюда выходила, муж умер, ни денег нет, ничего, пришлось все бросили, помогали для того, чтобы Киев победить, для того, чтобы доказать причинную связь этой смерти. Молодого человека, Юры. Но это не есть. Потому что в этих пенсионных делах написано о том, что Чернобылец был и где он был. Поэтому мы немножко надеемся, конечно, что 13 апреля с 1 января отменили эту позорную статье 54 поправку. Будем надеяться, потому что часто, густо нам обещают хорошо спать. Но в итоге посмотрим. Доживем до января 18-го, может быть легче. Но закон обратной силы не имеет. И у нас в итоге 42 вдовы имеют только статус жены чернобыльца. Соответственно, льготы. Уважаемые побратимы, выступая на городском радио, корреспондент задавал мне вопросы. Почему мы так часто на 86-й год, на ликвидаторе 86-го года обращаем внимание? Я вот попытаюсь вам немножко один пример только привести. Через 5 дней, когда случился взрыв, приехали ученые курчатовцы и обнаружили, что под блоком 4-го энергоблока, под реактором, находится 4 миллиона литров воды. Это бассейн Барботер. И эта вода, вот представьте, чайник, куда наливают горячую воду. Потому что 180 тонн лавы, 2000 температуры должны попасть в эту воду. Взорвался бы третий реактор. А это значит всю Европу могла бы превратиться в 3000 километров зона эта. И вот надо было найти троих добровольцев. Люди знали, они знали, куда идут. Инженеры-атомщики, трое. Я хочу их назвать фамилией. Борис Баранов, Валентин Беспалов, Александр Ананенко. И вот они пошли под радиацией. 100 метров нужно было пройти. Фонари потухли. Они дошли до вентиля, который 9 лет не открывались, эти вентиля. И открыли вентиля, вода сошла. Эта лава прорвалась через плиту. И шахтеры быстро в это время копали шахтеры, наши земляки, копали для того, чтобы защитить воды Днепр и Киев и все остальное. То есть эти герои, они не стали героями. Их никто не признал героями. Они настоящие Европу. Европу защитили. Это только один пример. А тут стоящие, тоже на своем участке. Они имели защиту только хирургическую маску. И ОЗК, костюм ОЗК. Вот я корреспонденту говорил. Вы понимаете, что это люди, которые первые получили. Больше всего. Мы уже пошли, уже мы были, знали. А вот те, которые впереди, солдаты. У нас вот пожарные. И вот сейчас, вот сейчас говорят, вот там было сказано о том, что 58-я сессия, 26 апреля определял день жертв катастроф, в том числе и Фокусима. Фокусима, которая 20% Чернобыля. И вот они планируют 30-40 лет устранять недостатки эти все. Грязь. 30-40 лет. Наши ребята, вот здесь стоящие, за 8 месяцев сделали эту работу. За 8 месяцев. И там авария сейчас всего лишь на 10% йода, 131-го цезия, 137-го, 10% всего. Но территории 20% той, которая в Чернобыле была. То есть нам стесняться нечего. Действительно, мы совершили тот и подвиг, и свой долг выполнили. Вот, ребята эти, я не могу их, у нас сейчас в городе проживает 332 ликвидатора. Стали инвалидами 100 человек, но из них 91 имеют статус инвалида войны. 141 человек, это вторая категория, которые не стали инвалидами, но они были в 86-м году, в 87-м и до 2000-го года. 91 ликвидаторы третьей категории, которых государство забрало. Четвертую категорию забрало, те, которые проживали. Третью категорию забрало льготы, компенсации и предоставляет субсидии. Это от доходов. Так вот, эти 332 человека и 234, которые у нас на вот на граните, навечно чернобыльцев, ушедших в мир иной, 234 человека, выполнили свой долг перед государством. Теперь государство обязано выполнить обязательства по компенсации за потерянное здоровье. Желательно, пока мы живы, а не так, как через 31 год первыми пожарными, которые 26 апреля 1986 года тушили, их было 68 человек. 22 осталось и только сейчас, ну хорошо, хоть вспомнили, только сейчас они стипендию выписали этим людям. Две третих ушло. У нас одна треть ушла. Но мы надеемся, мы напоминаем, как гость в ботинки, что мы еще живы. И отдайте государству то, что положено. Хотя бы, хоть частично. Поэтому, пока я живой, пока буду здесь стоять и называть фамилии, имена тех, кто был первыми в нашем городе. Орлов Василий записан на плите. Это те, которые ушли уже. Стадниченко Владимир солдатом был. Вот я смотрю, Володя стоит. Думаю, Ведерников Сергей на плите. Джуран Володя, Демченко Алексей, Чихута Сергей, Губин Виктор, Барзилович Юрий, Айворонский Виктор, Неровный Василий на плите. Гавриленко Анатолий на плите. Гурин Виктор, Головко Анатолий, Хлопчишин Иван, Кригер Виктор, Музыченко Александр, Лукашов Александр, который тушил вертолет. Там же, там же вертолет. Я как вижу вертолет, вспоминаю Лукашова. Скрипник Сергей, Тюколов Виктор, Сакирка Сергей. И многие, многие, я не могу 332 человека назвать, извините. Но мы будем 86-й. Но нужно, чтобы вы о себе напоминали. Приходили к нам по четвергам. Туда, в 111 кабинет 16-й. Приносили материалы, документы. Музей. Потом мы перенесем в музей. А потом Ольга Старика. Вот здесь она должна находиться. И она потом уже обработает. И там далее было предложение. В субботу у нас вот ребята говорят. Давайте книгу издадим про чернобыльских, рубежанских чернобыльцев. Так для того, чтобы издать, надо материал. А если вы будете лежать на диване и ждать, что к вам кто-то придет, так не получается. Надо приходить, о себе говорить, не стесняться. И накапливать материал. Уважаемые побратимы. Вчера к нашему знаку вот здесь подходили. Мы тут до конца доводили работы. И приходили ученики, учащиеся. Десятой школы. Вторая школа, три класса. И как было приятно смотреть. И детвора смотрела. И слушала, внимательно слушала. Мы тут работали и им рассказывали, что было и как было. И вот сейчас у нас студенты РХМТ здесь находятся. Учащиеся, я вижу, много. Поэтому для этого мы выполняли и строили вот этот... И наша задача память оставить. Сквер героев Чернобыля, это единственный на всю область. Нам стесняться нечего. Это лучший сквер. Нет ни в одном городе. На всю Луганскую область. Наш памятный знак, который представлялся на всеукраинский конкурс Днепропетровск, если бы не было от того, что есть. И вот я хочу вам напомнить еще раз о том, что это означает. Благодаря всему нашим мы в основном и местная власть помогали. И фонд... Многие, все. Я смотрю, Анатолий Анатольевич здесь в Бусинков. Многие. Место у нас прекрасное. И мы память оставляем для потомков, для учеников, для учащейся молодежи. И вот хочу напомнить, что гладкая жизнь, это была до Чернобыля. Вообще в мировой архитектуре жизнь, она обозначается беседкой. Беседка. Вот которая разрушена. Это взрыв произошел. И вот сзади колокол. Это взрыв. И кольцо. Так вот, я им говорил, ученикам, вон осталась одна, одна от этой арки, от арки. Вот кирпич разрушенный. Это глыбы вот разрушены. Это все жизнь после Чернобыля. Но кольцо имеет свойство, половина. Продолжаться. У кольца есть ни начало, ни конца. То есть через детей. Через пятое поколение в Японии. Пятое поколение детей будет страдать от той Хиросимы. А у нас 300 Хиросим было взорвано в Чернобыле. 300 Хиросим, представляете? Поэтому, значит, мы надеемся на то, что все-таки чернобыльцы придут в наш клуб. Значит, я хочу сказать, что мы немножко, пользуясь случаем, что вы здесь, мы сделали программу чернобыльскую, рядышком власть здесь присутствует. Я думаю, не только, мы ее наполним для того, чтобы лучше нам в больнице в три раза увеличили финансирование. Просим увеличить. Посмотрим, если по возможности, как финансовое положение, я думаю, мы поправим это дело. В 10 раз увеличили финансирование на лекарства для третьей категории, второй. То есть потихоньку мы делаем. Делаем. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот. Поэтому я надеюсь, что мы, ну у нас нет, я хочу сказать, что у нас нет единства. Нет единства в чернобыльском движении на Украине, в области. Хотелось бы лучше, больше объединяться и, как говорят, гуртом и батька хорошо бить. И решать все проблемы. Поэтому тут написано вот на знаке жертвам, жертвам, живым, жертвам Чернобыля, павшим, павшим 234 человека. Живым, живым. И вот я хотел бы закончить. Жертвам живым. Слава, уважение законных прав на всех уровнях. Это 332 чернобыльца. И ужедчим 234 память и свечи в храме за воинство Христова, которые ликвидаторы не пролили чужую кровь и свою не пожалели. Спасибо за внимание. Слово предоставляется заместителю начальника управления патрульной полиции в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Красюн Артуру Викторовичу. Шановные ликвидаторы, сьогодні хочется подякувать вам за ваш героизм, за ваш великий внесок, висловить глубокие слова подяки тим, кто на счастье сьогодні с нами, побажать вам віцного здоровья и благополучия. Висловить співчуття рідным и близким, тех, кого на жаль, сьогодні с нами уже нет. Спасибо вам за то, что у нас есть мое будущее. Спасибо вам за то, что вы врятовали миллионы жителей на тот момент, а также дали змогу десяткам поколінь продолжать жить. Спасибо вам, не только в Украине, не только наши побратимы, а также, как было сказано до меня, в Европе, в многих странах, народилось очень много людей и народится еще очень много детей. Дякуємо вам, весного вам здоровья та счастья. Слово предоставляется ликвидатору аварии на ЧАЭС 1986 года, инвалиду 2-й групи Демченко Алексею. Всем здравствуйте. В этот день хотелось бы вспомнить тех, кто создавал нашу организацию. Это Корниенко, Дубовик, ну и еще многим товарищам, которые принимали участие. Нынешнему составу наших активов, это Чахута, Момот, Сморвуж, Нечаев, Казачинер, Пономарев, Скрипники, Татьяна и Сергей. Ну, наше правительство не оказывало нам должного внимания, и поэтому для того, чтобы отстоять то, что нам положено, приходилось выступать с акциями протеста и в области, и в Киеве, возле Верховной Рады, возле Кабмина, на Банковской. Значит, нам приходилось отстаивать свои интересы и в судах. Три человека с рубежного выиграли суд по правам, европейский суд по правам человека. Значит, получили по 2000 евро, но дальше все, так и осталось. Наше государство выполнять свои обязанности не собирается. Было предписание по этим самым, по пересчету пенсий с исполнительной службы, но их никто так и не выполнил. Ну, еще мне хотелось сегодня сказать, что у нас произошла еще одна трагедия или авария, я не знаю, как ее правильно назвать, в 91-м году. После известных событий, я их не буду называть, у нас куда-то все пропало. ЦИЦ-2, краситель, ЖБИ, силикатный, чулочная фабрика, колхоз этот самый, большевик и не только. И вот эти, такие же, эти самые, то же самое, если проехать по всей Украине от востока до запада, значит шахты позакрывались, едешь по железной дороге, смотришь, стоит какой-то корпус, что-то там было. Сейчас нема ничего. Как наше доблестное правительство говорит нам, чтобы рост начали, экономики, когда все стоит, как это все, я вот это никак не могу понять. Хотелось бы это, я вот сколько раз и Данилов говорил, чтобы нам организовали встречу с депутатом. Депутаты уже, это самое, они в наглую говорят нам, что кого избрали, вот будьте, вы избирали нас, а мы будем себе в карман брать и все. Ну и заключение, вот Данилов уже говорил, что нам надо объединяться. Если мы не будем, есть люди, которые вообще не знают, где там наш Чернобыльский кабинет. Ну десяток человек ходит, это самое. Ну а что такое десять человек? Ну и в заключение хочу пожелать живым, как говорится, здоровья. Ну и на этом все. Наш город потерял многих из тех, кто ценой собственной жизни и здоровья спас мир от чернобыльской беды. Более двухсот рубежан ушли из жизни за прошедшие годы. За последний год не стало еще одиннадцати. Навсегда заснули герои-ликвидаторы. Мемориальные плиты будут напоминать нам и будущим поколениям их имена. В декабре 2016 года перестало биться сердце поэта, ликвидатора аварии Гавриленко Анатолия Александровича. Его стихи для вас прочитает ликвидатор аварии на ЧАЭС, инвалид второй группы Николай Потиха. Он читал стихи на каждом нашем мероприятии. Стихи о Чернобыле, о жизни чернобыльцев. Все это он переживал душевно. И он вкладывал в душу каждое слово, написанное здесь. Живые и мертвые души. Стареем мы, а многих уже нет. Живые души мрачные чуть дышат. И глаз струится потускневший свет. И сердце бьется тише все и тише. Бодримся мы, но это все показ. В пути по жизни лживые обманы. Как будто все избавятся от нас, хотят нарушив жизненные планы. Чернобыль тоже позабыть хотят. О нем лишь мы, живые, вспоминаем. Нам день весенний этот очень свят. Мы души умерших в апреле поминаем. Звенит набатом колокольный звон. В сердцах чернобыльцев он эхом оседает. И свечи тают грустно у икон. И чья-то мать тихонечко рыдает. Как прежде солнце светит теплотой. Цветы умершим многие приносят. Желая душам праведный покой. В живых же душах мрачная лишь осень. Давайте вспомним всех наших чернобыльцев павших. А живым желаю мира, счастья, тепла, добра, благополучия. Спасибо. Слово предоставляется члену Совета общественной организации ветерана Чернобыля города Рубежная. Дорогие наши ребята чернобыльцы, жены, вдовы и гости нашего митинга. Да, я в Совете общественной организации ветерана Чернобыля города Рубежного отвечаю за связь с вдовами. У нас, как Станислав Тихонович говорил, более 140 человек вдов. Более. Ну а 42 человека вдовы имеют статус вдова чернобыльца. На это располагается 50% льгота. То есть это какая-то еще идет помощь. Но остальным женщина, жена чернобыльца, женщина, мать детей чернобыльца. Но умирает муж, она становится просто вдова. И доказать, что она была, оказывается, женой чернобыльца, это надо, извините, похлопотать. По инициативе чернобыльцев страны и области и города нашего, были с 13 апреля внесены изменения. Статья 54, как Станислав Тихонович говорил, чернобыльского закона. И нам обещали с 1 января 2018 года утвердить и освободить нас от вот этих издевательств. Доказывать, что ты жена чернобыльца. Но опять же жена чернобыльца только инвалидом. А вторая, а третья группа. Это осталось опять по пытаниям. Для этого я приглашаю всех, и жен, и вдов, приходить к нам, именно в ДК Кирова. Ой, в ДК Кирова. В ДК Культуры, в 111 кабинет. Мы каждый четверг в 16 часов собираемся, чтобы общаться, решать наши чернобыльские вопросы. И делиться опытом выживания. Спустя 10 лет мы вспоминаем о страшной трагедии, которая оставила мрачный след в нашем календаре. Мы безмерно благодарны тем людям, которые стали ликвидаторами ужасного происшествия в истории Украины. И пожертвовали собственным здоровьем во благо спасения целого государства. В день чернобыльской трагедии хочу пожелать светлой и доброй памяти о жертвах того печального события. Пусть никогда в нашей жизни не повторится такого. Светлая память умершим и здравия живым. Вечная память и низкий поклон всем умершим от нас живущих. Предлагаем почтить память героев минутой молчания. Светлая память и низкий поклон всем умершим. Предоставляется иерею свято-успенского прихода Луганской епархии Украинской православной церкви отцу Герману. Который проведет панихиду по усопшим, ликвидаторам чернобыльской трагедии. Дорогие братья и сестры, помолимся о усопших. Боже, очисти нас грешно, помилуй нас. Благословен Бог наш всегда, ныне приезд, но и в веки веков. Аминь. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Побелиться и милости Твоей, молимся услышать и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божих. Сергия, Виктора, Николай, Алексея, Георгия, Григория, Виктора, Николая, Анатолия, Виктора, Сергия, Петра и Оежи. Проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко да Господь Бог ученит души, и те же праведни покаяются. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости Божьей, Царство Небесного, и оставление греховит. По Христа бессмертного царя и Бога нашу попросит. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи помилуй, яко ты истинь воскресенье, и животный покой усовший прав в Твоих, Христе Божий наш. И Тебя славу посылай. С обезначальным Твоим отцем, пресвятыми благими, и житворящим Твоим Духом ныне присно. И во веки веков, аминь, премудрость, пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую и героями, славнейшую, без сравнения с терапин, безыстрения богословоротшую, сущую Богородицу, Тебе вращаем. Слава Тебе, Христе Божий, повали наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу ныне присно, и во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Живыми и мертвыми обладай воскресы из мертвых. Христос, истинный Бог, наш молитвами причистое своей матери. И всех святых помилуй, ты спаси от нас, яко благ. И человека любит в облаженном успении. Вечный покой подожг, Господи усовшим рабом Твоим. И сотворим вечную память, вечная память. Души во благих водворятся, во благих водворятся, и памятник в рот и рот. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Аминь. Спаси Господи и сохраняем вас, Господи. Усовшим же Царство Небесное, желайте они земли пухом. Помогай вам, Господи. Спасибо. Из года в год мы в этот день склоняем голову в поклоне и ловим ускользающую тень прощальным стоном в колокольном звоне. Право ударить в колокол в память о безвременно погибших героях-чернобыльцах предоставляется сыну ликвидатора аварии на ЧАЭС Гурину Андрею. Земной поклон от всего спасенного мира. Вечная благодарность всем, кто рисковал своим здоровьем, жизнью, участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, возрождал и продолжает возрождать к новой жизни опаленную радиацией землю. Никогда не погаснет свеча памяти в наших душах о подвиге чернобыльцев. Пусть под ясным чистым небом вырастают дети и внуки. Благополучие и спокойствие будет в ваших семьях, а память о героях Чернобыля вечно будет вжить в наших сердцах. На этом митинг, посвященный дню чернобыльской трагедии, объявляется закрытым. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ